Татьяна Туренко инвалид первой группы. Каждое движение пожилой женщине дается с трудом. Накануне пенсионерке пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы успеть подставить ведра и тазики. Во время дождя вода на кухне хлынула потоком. В бедственном положении оказались и соседи пенсионерки. Молодая женщина была очевидцем того, как еще в апреле с крыши во время сильного ветра отлетели два листа. Один остался на крыше, а второй унесло и упал на машину. Этот второй лист, который остался на крыше, они его прибили, а первый куда-то бесследно исчез. И хоть причину потопа все знают наверняка, чинить крышу коммунальщики не торопятся, рассказывают взволнованные люди. Правда, специалисты жилищного хозяйства ИИК пытались в долгие дни ожидания внести долю позитива. Даже пробовали шутить с жильцами и предлагали смелые решения. Начинают смеяться над нами, говорят, предлагают самим сделать крышу, полезть и сделать, прибить. Либо они замер сделают, листик привезут и вы сами прибьете. И в конце концов они сказали, что у них нет денег. Не работает, не работает жикло у нас. В жилищном хозяйстве ИИК специалисты сегодня трудятся, не покладая рук. Прямо с утра коммунальщики наводят порядок. Правда, в своей же конторе. Тачка, гора мусора и резиновые сапоги как доказательство боевых подвигов. Отвлекают от работы только жильцы, которые досаждают жалобами и периодически срываются на крик. Наверное, хотят, чтобы их услышали. В жилищном хозяйстве как раз оказались люди, пытающиеся решить свои коммунальные и наболевшие вопросы. Главный инженер коммунального царства, правда, не отвлекаясь от уборки, все же нашел минуту для журналистов. Оказывается, вопрос будет закрыт до конца недели. Лист для крыши уже купили. Дело осталось за малым. Правда, несмотря на то, что проблема решится в ближайшее время, ответ на главный вопрос, почему так долго люди живут с дырой над головой, оказался невразумительным. И хоть по прогнозу погоды в ближайшие рабочие дни дождя не ожидается, и, возможно, капать в квартирах больше не будет, только вот старые следы затопления глаз не радуют. Жители намерены призвать к ответу коммунальщиков с иском о возмещении материального ущерба люди планируют обратиться в суд.